ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 Это достаточно топовые показатели, как по мне Я видел то, что True Competition оригиналы выдают 3.8 0.1 вольт, это не такая сильная просадка И, блин, это клёво Следующий плюс будет лично от меня Это дизайн Ребят, это клон Да, понятное дело, его разработали не китайцы Но, блин, мне нравится дизайн, особенно мой деревянный Не знаю, вроде бы колхоз, а вроде бы очень клёво выглядит Так что за это я тоже поставлю плюс Следующий плюс данному меху я хочу поставить за его эргономику То есть даже вот не за вот этот вот выступ Потому что он совершенно неудобен и мне неудобно вот так вот нажимать на кнопку А именно за то, что он тяжёлый и очень классно ощущается в руках То есть ты его держишь и действительно понимаешь, что у тебя в руках какой-то клёвый, действительно жарящий аппарат Он очень комфортно лежит в руках, не выпадает и это очень клёво Не понимаю, о чём можно долго и нудно размусоливать в плюсах и минусах про мехмод Так что с плюсами я закончил, мод жарит, мод классно лежит в руке и классный дизайн Ответ давайте про минусы, потому что минусы тут реально есть Первый минус данному меху я хочу поставить за смену аккумулятора Она как на риге и она мне дико не нравится То есть для того, чтобы сменить аккумулятор вам нужно раскрутить атомайзер вместе с коннектором С одной стороны это плюс, то что меньше резьбы, с другой стороны это абсолютно неудобно Мой сейчас мех на постоянку это горилла мод И в нём, блин, есть резьба, есть ещё одна резьба, ребят, просто То есть здесь одна резьба на коннекторе, там одна резьба на кнопке Одна резьба на кнопке намного удобнее Просто смена аккумулятора, раскрутил, закинул новый аккумулятор, закрутил Всё, никаких вообще геморроев, никаких там, не знаю В общем, это очень неудобно Следующий минус я хотел бы поставить за тяжёлый подбор атомайзеров к данному меху Не знаю, как это будет с другими цветами, может быть там ситуация будет слегка другая Но конкретно с данной моей версии, именно в этом цвете Мне было достаточно тяжело подобрать атомайзер, который действительно хорошо смотрелся бы с данным мехом Вот, для меня это Coil Art Azeroth, они в принципе выглядят достаточно прикольно Всё почему? Атомайзер из-за того, что коннектор у нас утапливается в корпус Проваливается, и очень часто теряется весь его прикол внешнего вида И нету монолитности, смотрите, вот это вот Вот что это вот такое, вот Видите, вот эти бортики, они меня, короче, конкретно раздражают И, естественно, на данном мехе я крайне не рекомендую использовать дрипки с нижним обдувом Особенно, если вы не умеете грамотно всё это дело закапывать Потому что нижний обдув, вы закапались, всё у вас потекло вниз И вы даже не сможете этого увидеть, потому что там всё может слегка просто бац и затечь вам под резьбу Вы достали, раскрутили, сменили аккумулятор И если вы не протёрли, вдруг вы не заметили Закрутили, жижка протолкнулась, жижка на вашем аккумуляторе Это отстой Предпоследний минус данному меху я хочу поставить за трудность доставания кнопки отсюда То есть даже не доставания, а именно установки обратно То есть обратно закинуть этот коннектор, вот сюда вот вниз его кидать Опять же, вот у нас с вами доступ, то есть это чисто монолитная труба Вот здесь вот нету резьбы, вот я не знаю, хотя здесь как бы есть прорезь Не на оригинале, не на этом клоне, нету резьбы здесь И, соответственно, это полностью труба И чтобы туда попасть, нет, это не очень тяжело, да? То есть когда я занимаюсь обслуживанием своих мехов Мне лишние 2-3 минуты не так уж западло потратить Но! Есть другие мехи, которые тоже классно жарят И в них не нужно так геморрозиться Меня это что в Риге бесило, что бесит в этом скандреле Тяжелый доступ к кнопке, это минус Ну и последний минус данному меху я хочу поставить за кнопку А точнее за то, что она крутится и раскручивается Я не поставил плюсом то, что она очень классно нажимает То есть магнитики там прям такие, они в меру тугие, в меру такие Вот они прям то, что надо Но при этом, когда вы нажимаете на кнопку, она периодически у вас раскручивается То есть она запросто вот так вот выкручивается, раскручивается И вот это вот постоянное вот это кручение меня прям раздражает Блин, я не знаю на оригинале так или не так Но на данном клоне меня это прям капец как раздражает Ну что же итог А итог по данному меху весьма простой Этот мех отлично жарит и наверное больше об этом говорить ну ничего не стоит Если те минусы, которые я для вас назвал являются не критичными То за стоимость в полторы тысячи рублей Сколько он стоит в консалт вейп-группе, которые предоставили мне его на обзор За что им кстати огромное спасибо Я считаю это отличное решение Если вы хотите пополнить свою базу мехов, свой комплект мехов, коллекцию Я не знаю, еще что-то Или вы хотите купить оригинал Скандрела, но боитесь То, что вы потратите большие деньги Просто так попробуйте взять клон Он стоит недорого И вроде как все с ним хорошо Жарит отлично Достаточно приятно лежит в руке Ну и собственно говоря все, я не знаю что можно размусоливать долго про мехи Он хорошо жарит, он отлично лежит в руке А проблема с его обслуживанием, ну что делать, что делать Единственный реально косяк, который меня дико напрягает Это я в своей коллекции с большим трудом смог найти атомайзер Который реально хорошо подойдет к нему Ну а на этом все народ Спасибо вам за просмотр С вами был я Енот Не забывайте подписываться на канал Ставить лайки, оставлять ваши комментарии И вступать в паблик вейбункер вконтакте Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok